Привет всем, привет, привет, ребят, привет. Привет, этот парень, который постоянно ходит какой-то постоянно, мальчик-подросток, постоянно с очень деловитым видом, жмет мне руку каждый раз, мол, типа, здорово, я тоже здесь, как дела? Просит вызвать на конкурсы, не вызывай. Просто по глазам вижу, что он жук хитрый. Вот, знаешь, сразу же видно, что он такой, типа, я. А добрых ребят, хороших, вызываю. Нет, расскажу так. В старшей школе, когда у Физрука было хорошее настроение, и он не хотел ничего делать в хорошем настроении, он давал нам баскетбольный мяч, и мы классом играли на одно кольцо, делились там. В общем, было интересно, мне очень нравилось играть в баскетбол, я играл хреново, конечно. И когда, хреново, плохое слово, я играл плохо. И когда я поступил в университет, мне скорее хотелось пойти там на какую-то баскетбольную секцию, там, что-то попробовать играть, но я так и не дошел, стал заниматься другими делами. И, в принципе, честно сказать, наверное, сильно вообще не интересовался никогда в баскетболе. Случай, случай. Я когда начинал, только мне вообще с трудом было, я с трудом понимал, что конкретно происходит, даже в принципе в правилах не сильно ориентировался в том, что происходит. То есть, скорее, там, какие-то мои навыки, именно как человека, который говорит в микрофон, вот я использовал. Но потом понадобилось много времени, чтобы я действительно втянулся. Как-то само собой стал интересоваться больше и правилами, и самим турниром, фавориты, кто аутсайдеры, кто андердоги. И постепенно я узнал больше информации, и уже в какой-то момент я ловлю себя просто, что я еду где-то в такси и смотрю онлайн выездной матч с зеленой курой и переживаю, как там Саддлер сверху встает или нет. Всегда не ловко как-то немного, знаешь, когда неправильно произначишь фамилию. Но мне кажется, что люди, которые приезжают к нам, они сосредоточены очень сильно на игре и, в общем, внимательно следят за тем, что происходит на паркете, а то, что я там говорю, может, они даже и особо не слушают. Но простите, уважаемые, кто там в первую очередь, уважаемые греки, все жители Балкан, простите за ударение, за сложное сочетание согласных букв. Не злитесь. Это вообще очень круто. Вообще это такой микс, такая крутая комбинация из крутого спорта, динамичного, зрелищного, как баскетбол и языка в плане того, что я учил белорусский язык в школе долго. У меня была белорусскоязычная школа. То есть я, в принципе, много на нем говорил, издавал там ЦТ, учил. И потом, в какой-то момент, когда в университете я сдал там все дисциплины, он как-то вот просто у меня... Ну, я там где-то с друзьями попадал в какую-то компанию, и мы там начинали говорить по-белорусски, если выпадал случай. Я просто особо не пользовался им. Хотя мне очень хотелось. И вот это как раз обстоятельства и ситуации, где можно это сделать. Хотя, если посчитать количество русских слов, которые я произнес за сезон, то оно полностью перебивает количество неправильных фамилий, которые я произнес за сезон. И, в общем, это два моих смертных греха, которые я совершаю во время матча. Но ничего не поделать. Иногда проскакивает от волнения. Слушайте, слушайте, давайте вы тоже попробуйте. Попробуйте быстренько так соображать. Вот в те моменты, когда что-то такое происходит, надо реагировать. Иногда проскакивает русское словцо. Я думаю, учительница моя по-белорусски, у меня гордится. Она все равно такая, ось, Юра, я за все довольствую. Бачил о тебе, я думаю, о, боже, будь нежна. Давайте я вам расскажу правду. Мой учитель физкультуры приезжает на баскетбол из Борисова. Я однажды вызывал его на конкурс. Виталий Александрович. Это тот преподаватель, который выдавал нам баскетбольный мяч. И мы играли. И вот я его встретил, я просто увидел его. Он сел на трибуну с сыном. И на одном из матчей я говорю, сегодня тут присутничая выкладчик физической культуры из 20-й середины школы города Борисова. Привет, Таня. Вышел, бросил мяч, не попал. Мне бы за это поставил неуд. Я не стал оценивать его результат. Ты знаешь, я скажу, что, кстати, ее, она вообще очень в этом плане человек понимающий. И изначально, когда там задумывался наш союз, я ее предупредил, что у меня вообще много дел. Ну, помимо того же баскетбола, я где-то иногда выступаю, куда-то еду, где-то работаю вне дома. И, в общем, она была к этому готова. Я ее предупредил заранее, потому что, в принципе, я такой не сильно домашний человек. Вот. Но я нахожу время, которое провожу с семьей. Я, вот, вот что, Ира, Ира, ты будешь это смотреть? Я знаю. Ты обещала мне, что придешь с дочками на баскетбол. Она говорит, что они маленькие. Ну, вот, я жду пока, я очень хочу, чтобы они попали на баскетбол. Мы смотрим иногда втроем. Я, Мария, не Зоя. Это мои сокурсницы. Я шучу, это дочек будет. Мы с дочками смотрим иногда. Вот, последнюю мы смотрели в Boston Celtics против Golden Street Warriors. Это был регулярный NBA в записи, сидели, смотрели. Но они называют, мои дочки называют вежливо это футбол. Вот. Но я пытаюсь, конечно, сказать, что нет футбол. Это другая игра. Но, в общем, им не сильно важно, что мы смотрим. Главное, что мы вместе, что-то дурачимся. Я не представлял, насколько это крутая игра по динамике. В плане того, насколько все быстро меняется, насколько эмоциональный накал, если ты включен в игру, если ты следишь. Это очень классно. И это очень зрелищная игра. Вот это вот все, когда какие-то есть тактические крутые пассажи там на площадке, когда просто кто-то за линией трешки красиво закладывает. Вот это вот все. Это очень смотрится эффект. Это зрелищная, очень крутая игра. Всем рекомендую. Уважаемые любители баскетбола, большое спасибо всем, кто приходит, кто болеет, кто смотрит, кто следит. Приводите своих друзей, знакомых. Просто разочек. Ну, давай сходим, посмотрим. Вдруг зацепит, вдруг понравится. Скорее всего, понравится. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok